Как вступление к отчёту Веры Кицыной, несколько слов она попросила меня тоже сказать, поскольку из 70 лет истории съездов, всех история вообще братства 80 лет, но история съездов, первые 10 лет не было съездов, из них 58 лет как бы выпадают на моё время уже в Америке, и поэтому она меня попросила, я не помню точно, когда в нашем объединении началась женская работа, помню только, что где-то в самом начале 70-х годов в связи с приездом брата и сестры Карпец начался труд Люси Вергиной и Алины Карпец, а потом и Веры Власюк, как уже официально от объединения с отчётами на съездах, они трудились, как сегодня трудится Вера Кицына, то есть это сестра, которая возглавляет все кружки объединения и даёт отчёты на съездах, до этого сёстры, конечно, трудились, другие сёстры всегда трудились в своих поместных общинах без отчётов на съездах, Так, в Голливудской церкви, например, несколько лет трудилась Вера Иосифовна Рогозина, жена пастора, а потом моя мать Евгения Львовна Абрамова, и также вот здесь, кажется, Витя Агеева, Виктория, жена брата Агеева, она помнит ещё служение и Веры Иосифовны, и моей мамы, и также я в какой-то мере тоже трудилась с женщинами, но больше с детьми и с молодёжью, я была тогда молодая. В нашей семье я третье поколение женщин-миссионерок. Как я уже сказала ранее, моя бабушка по матери была женой миссионера и пастора, и сама была по праву миссионеркой. Она всегда трудилась с сиротами, женщинами, проводила библейские уроки и молитвенные собрания. Даже приехав в Америку в возрасте 73 лет, она довольно быстро выучила английский язык и проводила молитвенные собрания с американками и свидетельствовала всем о Господе. Вот вам, сёстры, которые боятся, что они никогда не постигнут этот иностранный язык. Я же тоже постигла. Служений, которые могут совершать женщины, очень много, и они разнообразны. Когда я, например, составляла программу для женщин и собирала биографии женщин-миссионерок, их был непочатый край, а я была ограничена 52 неделями в году, и программа была еженедельная. Женщины помогают роженицам, больным и старым, посещают тюрьмы и госпиталя, помогают семьям, когда там есть покойник, и нужно принять гостей на поминки, а у самой семьи просто не поднимаются руки от горя. Хочется предупредить некоторых наших добрых служительниц, что когда они попадают гостями в чей-то дом, они не дома и должны ждать, пока их попросят или не попросят помочь. Они не должны сами хватать пылесос и тряпку и начинать убирать, делать уборку, давая хозяйке понять, что она в этом нуждается. В гостях мы не замечаем ни пыли, если она есть, ни ничего другого, это невежливо и оскорбляет хозяйку, говорю по опыту. Если же нас попросят что-то сделать, мы должны быть готовы помочь с любовью и вниманием, а не с тем, чтобы потом разносить вести по району, а не чистоте в чьем-то доме, говорю по опыту. Это медвежья услуга. Мы все призваны к разным служениям. То, что может делать одна сестра, другая не обязательно призвана к той же работе. Мне привелось рано погрузиться во всякую домашнюю работу. Кто читал мою биографию, тот знает, что я работала в доме начальника жандармерии в Германии, делала абсолютно все, что нужно было делать. И потом была в рабочем батальоне, где я работала и на фермах, и на чем угодно. И с навозом, и с свиньями, и с вшивыми детьми. Да, мне привелось рано погрузиться в разную работу. Уход за больной женщиной, за больными детьми, вшивыми детьми. Работу на военном заводе у токарного станка. Трудно представить, правда, но это правда. Я работала на военном заводе у токарного станка. И многое другое. Но позже у меня прорезались другие способности и другое служение. И я стала радиомиссионеркой, переводчицей, писательницей, поэтессой, преподавательницей Божьего Слова. И все это тоже приносило и приносит пользу. Хотя я реже посещаю старческие дома, что любила делать в молодости. Мать Тереза, например, была католичка. Она была католической монахиней. Но Бог призвал ее оставить монастырь, когда ей было 19 лет. И она пошла на служение бездомным и нищим Калькутты в Индии. Недавно опубликовали ее дневник, где она выражает свое колебание веры и внутреннюю борьбу. Она, вот то, о чем вчера брат говорил, что она об этом только в своем дневнике посмела сказать. Открыто она никому этого не сказала даже во время жизни в монастыре. Она даже просила, чтобы этот дневник не открывали. Она принялась служить Богу до своего рождения свыше. На основании своего религиозного такого побуждения, желания послужить людям. Но долго чувствовала, что имеет все, кроме него самого. Ведь католики верят, как и православные, что при детокрещении происходит рождение свыше. Но она быстро узнала на деле, что она не имеет его самого, не имеет в себе, несмотря на добрые дела, которые и творила. Когда же он родился в ней, а это все-таки с ней произошло, она стала смотреть на жизнь и на свое служение по-иному. Мы, рожденные свыше служительницы Христа, делаем все для славы Его. Наши добрые дела – это плоды Святого Духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Девять прекрасных плодов. Галатам 5 глава. На съезде сестры будут отчитываться. Вот уже некоторые сестры выходили и говорили, даже сестра из Болгарии была здесь, отчитываться о своих служениях на местах. Будем помнить, что Господь смотрит только на побуждение сердца, а не на количество соделанного добра. Он сам возложил на сестер в первую очередь заботу о семье, о муже и детях. И потому все, что мы делаем, не должно быть в ущерб семье. Благословение и согласие мужа тоже необходимо. Вспомним библейскую жену добродетельную, 31 главу притч. Она успевает и дома, и вне дома, и потому достаивается похвалы и от детей, и от мужа. Глава 31 написана в виде акростиха, следуя еврейскому алфавиту. Это азбука служения женщины. Достигнув преклонного возраста, я все еще по силам стараюсь заботиться о доме и муже, и даже немного о дворе, главным образом о цветах. Но мое добровольное служение в миссии я сократила до полудня. Всего только полдня я тружусь еще в миссии моего деда. Я продолжаю делать переводы для газеты «Наши дни». Кто читает и выписывает газету «Наши дни», видит в ней мои переводы. Это тоже берет время, и перевод – это искусство. Моя мама мне сказала, хороший перевод, хорош тогда, когда он не похож на перевод. Сама подбираю материал, так как брат Водневский уже этого не делает, и доверила уже теперь это мне, самой, выбирать материал. Также делаю переводы для компьютерной страницы «Нашей миссии», где я помещаю материал для евреев. И, конечно, все еще пишу стихи. Много лет по силам служила сестрам нашего объединения, беседами и семинарами, если помните, сестры. Веду библейский урок при своей местной церкви для русскоязычных членов. И раз в месяц при нашей миссии провожу беседы с местными женщинами. Таков мой отчет, в кавычках, перед вами. До сего места помог мне Господь, Авен Езер, мой камень помощи, Господь. И так как Вера Китсона просила, чтобы я привезла свои стихи, прочитаю последнее, свежее. Называется «Ирония жизни с вопросом в конце». «Ирония ли жизни?» После долгих и скорбных и тяжких скитаний умудренные опытом жизни к концу, мы уходим отсюда с запасами знаний, что не всякому в мире даны мудрецу. Неужели же это ирония жизни? Злая шутка, как Натсон когда-то сказал. Неужели же тот, кто предузнан и избран, унесет без следа все, что здесь он познал? Невозможно, чтобы в Божьем возвышенном плане было что-то нелепо, бессмысленно, зло. Ведь он знания давал, и негаснущий пламень сам зажег в нашем сердце, чтобы знание жило, чтобы источник воды животворного слова орошал и взращал жизни вечной поля, отрывая людей от плохого и злого, нежно струны уснувшей души шевеля. Бог таланты нам дал, чтобы мы воплощали свои мысли и чувства в святые дела, накопление знаний свободно вещали через все, что рука его щедро дала, через гимнов призыв, через музыку в уши, через проповедь в церкви и слово в стихах, через помощь больным, посещение старушек, утешение малюток в сиротских домах, через служение вдовам, бездомным, ненужным, через верность в семье, воспитание детей, накоплением знаний и опыта служим, воплощая здесь суть Божьих добрых вестей. Как же можно сказать, наша жизнь – злая шутка, в прозабанье земном бесполезный рывок, а за смертной чертою все мрачно и жутко обманул человека на смешливый рог? Не сказал ли Христос нам? Ищите, стучите, и отворится дверь вам в негаснущий свет. Кто искал, тот нашел неземную обитель, смысл и цель, и на жизни загадку ответ. Да, мы вечно снесем накопление знаний, но лишь после того, как исполним завет, и от наших служений, страданий, скитаний, здесь оставим Христов нестираемый след. Аминь.